Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейши Ди, добро пожаловать в новое видео! CZ и Binance только что получили иск от комиссии по ценным бумагам и биржам США за нарушение законов США о ценных бумагах. Binance Coin падает, Bitcoin, соответственно, тоже. Давай в этом видео разберем детали этого иска, чего добивается SEC, прочитаем с тобой ответ Binance, ну а в конце видео я расскажу тебе, что нам нужно сделать. Но прежде чем мы начнем, давай договоримся так. Если ты поддерживаешь борьбу Binance, борьбу Ripple XRP, борьбу за криптовалюту, за ее существование, буквально, поставь лайк прямо сейчас. Даже не знаю, сколько попросить. Просто поставь лайк прямо сейчас. Итак, вот основные детали иска. Нужно отметить, что он задевает не только американское подразделение Binance, но и сам Binance. Binance US, CZ и другие организации, которые связаны с Binance и генеральным директором CZ, а такие на самом деле есть. Например, BAM Trading. Иск подан потому, что биржа под руководством и контролем CZ незаконно предлагала ценные бумаги и услуги по их продаже и покупке. Кроме этого, Binance осознанно избегал регистрации в Соединенных Штатах Америки. То есть, их правонарушения были запланированными и осознанными. Кроме этого, Binance, по мнению SEC, занималась незаконной продажей незарегистрированных ценных бумаг, например, Binance Coin, а также предлагала инвестиционные схемы типа стейкинга, BNB World и Simple Earn. С 2018 года, по словам SEC, биржа пытается избежать регистрации и удовлетворения необходимых правил ценных бумаг в США. Генеральный директор CZ контролировал создание большого плана по уклонению от выполнения законов США. В иске указано, что SEC известно о высказывании генерального директора Binance, цитата, «Мы не хотим, чтобы Binance когда-либо регулировался». В качестве части плана было создание BAM Management и BAM Trading. После чего CZ и Binance публично заявили, что подразделением Binance US, то есть американским подразделением Binance, управляют эти якобы независимые компании. Тем не менее, и Binance, и CZ были вовлечены в управление BAM. При этом, исходя из текста иска, сотрудники BAM зачастую вводились в заблуждение, и они не понимали, что делали. Директор BAM даже жаловался, что вся их компания чувствовала себя марионетками. Вторая часть плана заключалась в защите себя от регулирования в США путем публичных заявлений, что платформа Binance.com не обслуживает американцев. Binance заявляла об этом, но одновременно делала все наоборот. Целью CZ было получение прибыли на американском рынке, но одновременно с этим и создание таких условий, чтобы американские регуляторы не трогали Binance. Далее SEC утверждает, что генеральный директор Binance выводил миллиарды долларов клиентов биржи через организацию Merit Peak Limited, а затем передавал эти деньги третьим лицам. Это очень похоже на то, что делал Сэм Бэнкман Фрид с деньгами клиентов биржи FTX, как ты помнишь. SEC также обвиняет CZ в искусственно созданном объеме торгов биржи Binance. С помощью воштрейдинга руководители Binance специально завышали объемы торговли и курсы активов, что является мошенничеством с точки зрения SEC. Также SEC упоминает известную цитату генерального директора Binance в этом свете. Если биржа подделывает объемы, как можно доверять ей свои деньги? Binance и BAM Trading находятся под контролем CZ, и они продают и покупают ценные бумаги, совершают незарегистрированные транзакции с ценными бумагами на всех платформах, которые принадлежат Binance. Исходя из иска, SEC считает Binance также и незарегистрированным брокером из-за его программ стейкинга и других доходных программ вроде BNB Vault. Таким образом, Binance с помощью своих подставных кампаний, мошеннических заявлений и обманных маневров заработал много незаконных денег. Binance работал и работает как мошенник, заявляет SEC в своем иске. Но какая же конечная цель комиссии? Она заключается в полном отстранении Binance от всего, что связано с криптовалютами. Binance не должно быть позволено оставаться брокером, торговой площадкой и так далее. Также Binance должен вернуть все незаконные доходы, заплатить гражданско-правовые штрафы, в том числе и компенсации по справедливости. Иными словами, Binance, если проиграет этот суд, будет заштрафован до смерти. Из-за наличия у Binance от таких подразделений, как Binance US, мерит пики BAM Trading. Если Binance согласится со всеми этими обвинениями, он может оказаться в ситуации полного разгрома. Поэтому судиться придется. И Binance уже начал это делать с публичного заявления. Оно достаточно большое, поэтому я переведу тебе только самые важные моменты. С самого начала мы активно сотрудничали с SEC и усердно работали над тем, чтобы решить все проблемы. Мы пытались достичь урегулирования путем переговоров совсем недавно. Но несмотря на наши усилия, комиссия отказалась от переговоров и решила идти судиться в одностороннем порядке. Мы разочарованы этим выбором. Он показывает, что комиссия превращает регулирование в оружие, вместо того, чтобы внести столь необходимую ясность для американского рынка криптовалют. Такие действия подрывают роль Америки как центра финансовых инноваций и лидерства. Любые заявления, что деньги клиентов на партнерских платформах Binance и Binance US были в опасности, лживые. Мы будем защищаться от любых таких обвинений. Мы намерены защищать нашу платформу. Binance стала большой и признанной биржей, и поэтому попала под удар. Истинная цель SEC заключается совсем не в защите инвесторов. Иначе бы они продолжили переговоры с нами до разрешения всех проблем. Мы поддерживаем участников рынка криптовалют в США и не позволим комиссии превышать свои полномочия. Мы будем работать вместе с криптоиндустрией, чтобы защитить ее от SEC. Ripple XRP. Binance. Против комиссии по ценным бумагам и биржам США. В схватку вступает все больше игроков. Причем игроков самых крупных в индустрии. Остаемся сильными вместе, пишет CZ Binance. Криптовалюта прямо сейчас находится под атакой. Независимо от того, нравится тебе Binance, CZ, Ripple XRP или нет, все мы должны объединиться. Нам нужно поддерживать Coinbase, Ripple XRP, Binance и все остальные компании, которые прямо сейчас борются. Борются просто за то, чтобы криптовалюта существовала, чтобы она просто была. Я надеюсь, что это достойно лайка. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok